добрый день уважаемые подписчики или вечер не знаю когда вы будете смотреть эту запись на наверняка сегодня значит вечер сегодня у нас гостях герой после последних четырех уже наверное дней победитель николай васильевич панков только николай васильевич панков а секретарь единой россии роман сергеевич ирисов о том как прошли эти выборы мы с ним сегодня и поговорим здравствуйте роман сергеевич привет александр сонным роман сергеевич я смотрю сонный ну честно говоря до поздно лег или рано правильно там искать рангу утром лег поэтому это поспать тяжело 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 далось сдались выборы ну в плане организационным именно работы штаба действительно была проделана большая работа огромная сказать хочется начать наверно с того что благодарить всех избирателей которые приходили на участке конечно поблагодарить в первую очередь тех людей которые поддержали николай силич панкова и партию единая россия это большое доверие которое в последующие пять лет надо будет оправдать остальщик тротуар ты тротуары но я вообще эти события связанные с тротуарами с ремонтом тротуаров и с дорогами и с парками и скверами отделяя все-таки от выбранного процесса поэтому я уверен что дальше будет строиться не так называешь кто же так не давал роман сергеевич вам спать в эти последние сутки кто больше тревожил душу единый единороса так сказать не ну то что тревожили конечно тревожные моменты были и на участках конечно же вот скажем так активно себя вели некоторые кандидаты но сейчас уже можно говорить уже выбора закончились поэтому кандидаты от кпрф от яблока такие они были очень на мой взгляд агрессивные агрессивность больше подходит в данном случае к этим людям но я вам сапеллирую но вот не единороссом колеса проколол ну откуда вы знаете просто может быть мы не жаловались да кстати жалобы были ли жалобы официально все таки поступали тику и жалобы и от и от нас и от оппонентов ну такие жалобы не критичные то есть но тем не менее конечно были обмен любезностями просто ну обмен любезностями да ну хотя если наверно тоже многие наверное видели в соцсетях более было много достаточно информации о том как все это дело про проходила но повторюсь оппозицию свою не меняя в этом вопросе мое мнение то что все таки те кандидаты которые шли и от партии кпрф от партии яблоко наверно больше были заинтересованы каких-то провокациях срывах выборов подставить под сомнение самый избирательный процесс чем наверное все таки в своей победе потому что мы объективно если бы они хотели победить то наверное работу надо было проводить не последние три дня непосредственно когда голосование шло на работу проводить все как наш кандидат николай силич до выборов и встречаться с людьми общаться точно не как я да они кошмарить ходить комиссии уики провоцирует провокации по скандальности по такой вот накалу какие выборы прошлые в госдуму или эти более жесткие ну скажем так в 2016 году во первых голосование шло один день если помните да в этом году это трехдневное голосование считаю что это вполне обоснованное было решение в виду в первую очередь к видной ситуации в стране поэтому три дня это все-таки комфортное комфортное время для того чтобы сходить принять решение выбрать время дойти до избирательного участка и соответственно проголосовать и вот дойти до участка такая фраза хорошие дойти до участка некоторых областях практиковался практика практиковался практика простить значит дистанционного голосования через посредством госуслуг как вы считаете эта практика будет будет ли применима к нам и хотели были вы что дистанционное только голосование например был ну я думаю что наверное все таки больше буду склоняться к тому чтобы все таки голосование было именно вот такое как сейчас проходит мне кажется в этом случае доверие будет у людей больше но тем не менее не исключаю что наверно все таки будущее за технологиями которые не стоят на месте да у нас уже во многих некоторых регионах уже тоже такая практика существует в принципе голосование в москве там также через госуслуг за конституцию голосовали за конституцию в том числе голосовали то есть такая практика существует и все к этому идет поэтому здесь вот я думаю что в перспективе такой вариант вполне возможно проявку 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 вообще вообще хоть в целом хотел сказать тоже сравнить немножко 16 и 21 год что касается явки то есть в шестнадцатом году если не ошибаюсь явка была 47 процентов в этом году явка составила почти что 70 процентов то есть чем связано я думаю что знаете чем связано во первых ну компания такая достаточно агрессивная была все таки вот эти три дня и ну понятно что три дня это все таки людям удобнее проголосовать ну возможно все таки сама компания которая проходила избирательную в рамках там работы кандидатов ну там случае нашего кандидата я думаю она тоже такая достаточно насыщенная была стратегия все-таки я думаю что правильно была выбрана не там заваливать всех листовками плакатами на подъездах там и так далее хотя некоторые оппоненты конечно этим тоже пользовались но в нашем случае все-таки это направление было отработано скажем так не не так много внимания уделялось больше всего уделялось внимание это общение непосредственно жителям я думаю что многие балаковцы видели насколько активно работу николай силичу здесь в городе встречаясь с разными абсолютно коллективами общаясь с ними решая вопросы либо опять же то есть срез определенно делали именно по тем проблемам которые интересуют балаковцы весь тезис этой компании я так понимает вот как сегодня вячеслав викторович володин обозначил битва шла во дворах за голоса битва шла во дворах и не только во дворах в принципе что касается там панкова то то есть он встретился абсолютно со всеми от молодежи с коллективами разными там медицина образование спортсмены преклонного возраста люди старшие по домам молодежь то есть как бы отдельно работал молодежи наш штаб то есть здесь в этом плане я думаю что охват был максимальный ну давайте самый большой как бы зашквар это то что у нас вот в социальных сетях больше всего обсуждался в первые дни голосовать это довоз работников предприятий такое решение принимала ли сами руководители предприятия здесь это не было взаимодействие там не со штабом там единой россии там николай васильевич это решение было принято непосредственно руководителями предприятия но я думаю могу только свое свое мнение по этому вопросу сказать она я думаю что достаточно было обосновано виду опять же тех же ограничительных мер связаны с к видной ситуации вы тоже на это знаете и слышали и читаете и знаете по поводу того что но сильный уровень заболеваемости очень сильно начал расти и вполне логично здесь нету никакого абсолютно нарушение законодательства вообще абсолютно никакого что опять единая россия прикрылась там нарушение нет и все хорошо но все же вот у вас же есть статистика средств да допустим да вот был замечено где быку матроге да быка матрогском муниципальном образовании по итогам подсчета бюллетеней тут понимаете какая разница по большому счету ну то есть вот привезли туда людей и люди думают как допустим все пробежали там за панковы галочки поставили да а так было или нет в итоге сейчас вот опять же статистика она говорит в принципе по всем округам на всех абсолютно уиках победу одержал уверенно николас в том числе и там где были установлены каибы то есть нет ни одного уика где там какое-то подсомнение ли там ровно например там прошли там панков наравне там с кем-то еще нет везде уверенной победы и опять же еще раз повторюсь это решение было принято руководителями предприятий и она вот писать из-то из такого количества людей в любом случае бы из тех же работников этих предприятий в любом случае бы кто-то сказал вот нас там заставляли надо не было такого там фотографировать там бюллетень или что-то ты заходишь кабинку принимаешь решение сам и ты ни перед кем не отчитываешься это твое сугубо решение которое подкреплено там и в том числе и конституции то есть право выбора и сохранять эту конфиденциальность выбора то есть здесь я думаю что здесь вообще вопрос связанный там с единой россии или не с единой россии такого нету ну то есть есть такая агитация велась на предприятии вы бы скорее всего то есть я думаю он фейкам никто не мешал бы в это все конечно я думаю что у нас город вообще такое достаточно плотный маленький информация расходится очень оперативно быстро и удержать такой объем информации вообще в принципе мне кажется нереально было бы ну каибов затронули вопрос все-таки с одним каибом то проблем точно были что же было и ну я читал ваш официальный пост с объяснением выглядит сероватенько скажем так но сероватенько не сероватенько есть как есть и в этом в этом случае до 10 на ситуация была насколько мне известно то есть каиб действительно сломался в течение дня он не работает абсолютно официально зафиксировано звонки обращение работал как вот у него опускался бюллетени он ее съедал или не он не съедал бюллетени он как бы сломался в течение дня это опять же процедура которая также позволяет в таких случаях действовать это использовать обычную уровню то есть если сломанный каиб то есть сломался каиб выставляются урна и люди продолжают голосовать чтобы не нарушался сам процесс избирательный соответственно люди голосовали в урну потом после урны отремонтировался каиб после урна начали бюллетени опускать это тоже но тем не менее к сожалению и говорил уже об этом отсутствие наблюдателей в этот момент наверное все таки ставят какие-то вопросы как они испарились то и наблюдатели они просто не дождались то есть когда закончился время 8 часов и отремонтировали каим вот 4 помыли 5 членов комиссии остались и должны были остаться и ни одного наблюдателя и наблюдатели просто пошли домой все вот вот такая ситуация на наблюдатель из каких партий от всех и все никто не даже ну не от всех я сейчас наверное все-таки нет должен подчеркнуть момент что ни одного наблюдателя официально кпрф ни одного наблюдателя на своих уликах ни одного не не завели вот это тоже не понятно но здесь лучше вопрос вы же амористом я думаю что отсутствие наверное тех людей которые готовы этой работой заниматься то есть те там 45 человек которые они завели в последние уже практически фактически нам или в день голосования за день голосования членами комиссии с правом совещательному голосу то есть вот вот единственное что смогли они сделать предложить но опять же опять же если мы говорим о том что там прозрачность выборного процесса чтобы не было сомнений у тех же коммунистов но наверное они должны сами в этом быть максимально заинтересованы а тут получается специально бегать там один два человека бегают по всему городу по всем уикам и но фактически кошмарит уж так грубо скажу кошмарит председателя уиков но это наверное не самая правильная позиция если человек хочет победить то есть но расставь наблюдатель собери команду своих сторонников тех людей которые тебя поддерживают поставь на участках виде их наблюдателя ну мне кажется вот это более правильно было это говорит о кризисе коммунистической партии российской федерации здесь на балаковском районе получается что у них нет сторонников что сейчас даренко же там очень много наблюдателей согласен но опять же результат тоже и бондаренко тоже не прошел пусть там балашовский согласен но здесь в этом плане кризис может быть ну наверное за глаза неправильно просто сейчас говорить про коммунистов без участия коммунистов то есть лизер получается там денис иванович мамаев да в сетях где у нас иванович мамаев сейчас на данный момент на данный момент ну последняя информация была то что он был задержан сотрудниками за что вы знаете опять же насколько я обладаю информацией он был задержан как раз вот за то же о чем я говорил то есть устраивание провокации эти дебоши на уиках и оскорбляя там агрессивно вести ведя себя мне кажется тоже где-то должно было это остановиться наверное он сам это был как-то оформлен здесь тоже вопрос такой то есть я видел ролики где он участвовал в этих провокационных своих действиях он просто у него позиция была я как гражданин российской федерации могу находиться везде где хочу но это же сми получая появляет для того чтобы находиться везде это ты должен во-первых уведомить тик зайти туда там либо доверенным лицом либо оформленным либо зайти в тик с правом там совещательного голоса решающим голос то есть полномочия должны быть закреплены просто прибегать и мешать там я просто тоже видел люди хотят проголосовать там вот этот шоу начинается некрасивая но разве это правильно мне кажется неправильно ну то есть вы связываете его задержание в итоге вот с кучей мне так кажется просто потому что уже там на одном уики на втором на третьем на четвертом и вся одна и та же история повторяется вызывающе себя вести давить на председателя участковых комиссии вообще не совсем правильно много нареканий было и в момент саму выбранного процесса вот кандидата от партии яблоко аналогичная поведенческая структура или в чем разница была на что давил наталья леонидовна как бы позиционирует себя там как юрист по крайней мере в ее случае она была праве ходить в праве ходить на участке как кандидат и у нее такое право было то есть она тоже где-то наверно какую-то позицию агрессивную нас там на отставила но в ее случае я думаю что здесь все таки более были какие-то подкреплены хотя бы юридические там ее позиции то есть именно непосредственно в рамках законодательства если говорить про денис иванович у него просто там я не знаю не право на деле не был наделен правом для того чтобы там какие-то устраивать ну и просто кричать там и а за это какая ответственность есть какая-то какая административная я думаю что на равна здесь речь идет об административной ответственности поэтому давайте дождемся чем эта история закончится но закончится в любом случае победа не с ивановичем потому что он станет жертвы режиме еще до выборов до начала избирательной кампании тоже но по этому поводу говорил о том что если человек хочет победить и надеяться на победу или он хочет просто дискредитировать попытаться дискредитировать избирательный процесс ну вот в данном случае попытка мы же проходили у нас же была ситуация такая же на выборах василенко на бабу тоже никакую работу предварительную не вести только в последний день вот кричать там что-то доказывается вот смотрите и вполне логично листом и результат так уж по моему ну да и вполне логично что после избирательного процесса мы будем вернее они будут говорить о том что вот смотрите все вот такие плохие вот если бы денис иванович не задержали бы то бы есипов выиграл но это же абсурд чем вот все-таки укрепление позиции кпрф связано все-таки с умным голосованием навального и если допустим например получить такой объем допустим кресел до в парламенте либо все-таки вот эти столпы которые их повели но если эти столпы которые повели народ доверял там грудинин например бондаренко там рашкин может быть из новой как бы волны такой революционеров но они проиграли здесь на кругах как с чем объяснить все таки смотрите опять же сейчас вот могут тоже там со стороны там тоже оппозиции говорить вот да они там все опять свою эту пластинку но давайте вспомним элементарно но приезжал вот бондаренко к нам в балаково но приходили там сколько там 30-40 человек вы общались там были ну вот он реальная поддержка то есть как бы не стоит связывать конвектируемые голоса на ю тубе с с голосами на избирательных участках то есть это мне кажется все таки две разные вещи тем более мы знаете к жизни разные я думаю что разные в любом случае конечно интернет это определенная площадкой соцсети это определенная площадка для того чтобы высказать свою позицию но это не значит что я тоже хочу сказать там могут пусть там сомневаться там как и что мы сколько вопросов проходила до того как началась избирательной кампании начали началось само голосование тоже везде панков побеждал но тогда говорили накрутили слушайте ну давайте поговорить объективно вот опять то есть тире накрутили с разных городов ну давайте каждого кандидата до посмотри в принципе да куб рф не меньше ресурс чтобы накрутить это во первых а во вторых и посмотреть если подробно кто там голосовал там картина мне кажется ничем не будет отличаться все же вот какой-то там диссонанс наблюдался вот для меня допустим я как-то говорил в своем прямом эфире что нас перед выборами опрашивал канал царьград т.в. присылал нам несколько вопросов там просто против ли мы гей парадов чей крым и верите ли в бог там вот по итогам я полна половину русофоб там оказался в ихнем рейтинге но вот наталья леонидовна у нас оказалось там главным патриотом страны потому что все ее тезис которым ответил вообще не соответствовали партийные линии яблоко вот вот как считаете вот появились новые партии снова там как бы подняла голову там яблоко до коммунисты россии партия сурайкина эти люди реально ну как себя ассоциируют своей партийной принадлежностью или это просто для того чтобы способ выдвинуться полегче все кроме единая россия все-таки партии как-то площадку предоставляют для того чтобы выдвинуться мы же тоже знаем да там у нас оппозиционер один есть тоже сколько он возмущался что вы не взяли этому замуж да не дали написано не дали возможность ему пойти от партии яблоко но даже партия яблоко открестилась от бузанова от того что не нужны такие наверное ну и новые люди я помню он тоже пытался связаться с новыми людьми написал но у него тогда был пост что он не нашел как с ними связаться то есть саратове как бы кандидатов то они выступили достаточно много наталья не на нас она сама по себе личность которая вот со своей позиции ну да яблоко возможно сделали ставку на нее здесь объективно и яблоко может быть не нашла кандидата более-менее который был бы как-то видны у них там или это значимый или посмотрели на то ли они сказали ну вот да у него все-таки узнаваемость не очень большая наталья имею много лет на слуху я очень удивлен ее низкому результат в принципе очень похож на мой ну я по-моему не помню там что-то нет там четвертый или пятый ну опять же наталья леонидовна может быть известно здесь балаково лучше чем допустим плане узнаваемости чем допустим там голосование было и пугачеве и в ансеевке фолынский вольский в шаханах то есть здесь достаточно большого округа и волжский район саратов то есть возможно то что знаем мы ее не значит не знает не значит что знают в других районах ну вот хорошо ладно яблоко старые партии явлинский там все на даче сидит ему хорошо вопрос и даже узнаваемый такой там правозащитница караман она все равно оказалась на уровне я объективно не верю что после вчерашнего дня что сегодня будет наталья леонидовна как-то себя ассоциировать с то есть тем же яблоком что на съезда будет есть или говорите о том что я вот в партии яблоко вот поддерживай все выборы закончились я думаю уже не услышал и вряд ли наталья леонидовна произнесет еще раз про партию яблоко что-либо вот успех новых людей все вот такую ставит загадочную теорию что значит это новый переформат единой россии вы их специально завели чем у даже на балаковском округе объясняется победа человека из саратова просто люди голосовали за партию за ними партии как мне все как вы оцениваете вообще новых конкурентов и конкурент или они вообще вам ну в плане конкурентная конкурентной борьбы мне кажется может быть эта партия наиболее интересным небо было бы если я вот допустим конкурировал на выборах на каких-либо с кем бы я хотел бы конкурировать с кем было бы интереснее побороться, то вот новые люди, наверное, из всех партий, которые есть, мне будет интересно было бы с ними за голоса побороться, потому что, наверное, какая-то перспектива у них всё-таки есть. По сравнению с другими партиями, парламентские, которые ЛДПР или Коммунисты. Запрос на усталость, может быть, какая-то есть у людей, запрос на какие-то обновления, он всё равно в любом случае присутствовал и будет присутствовать всегда. Поэтому какая-то часть людей, наверное, всё-таки посмотрит в сторону именно этой партии вы не знаете у нас представитель новых людей балаков есть балаково нет не знаю но не исключено что в горсовет они пойдут это же на предстоящие может быть но опять же вот наверное все таки да да посмотреть во первых они зайдут наверно я так понимаю заходит уже в федеральный парламент в госдуму и наверное может быть какая-то вертикаль будет уже спускаться на места ну я не исключаю может быть еще раз вот под итог это закономерный результат или все-таки страх большой к вам как ответственному лицу секретарю партии присутствовал при сейчас повестке такой оппозиционный достаточно мощный в интернете и вообще у людей как бы во первых как секретарь партии в принципе как человек я был уверен на повезло с кандидатом с нашим то есть панковым реально а вот если был пахал ну тут надо индивидуально смотреть но в любом случае мы как по партийной линии в любом случае отработали просто вы спросили про уверенность вот про уверенность я хочу сказать то что изначально была уверенность то что все будет ровно и знаю николай силич как он умеет работать и сколько у него энергии для того чтобы провести кампанию и работать как депутат государственной думы то есть здесь у меня была уверенность что вопрос только с каким итогом придем ту планку которую мы для себя ставили я думаю что мы с ней достаточно успешно справились плане того что и частоты выборов тоже ну а результат здесь тоже николай силич я думаю тоже достаточно доволен результатом которые показали уровни доверия людей к нему тоже закономерными кажется вполне закономерно понял спасибо роман сергеевич за интересную беседу ну а люди пусть напишут комментариях как они восприняли и видели эти выборы со стороны кто за кого голосовал все до свидания до свидания